Здравствуйте, мои дорогие! Умерший человек вас хочет о чём-то предупредить. Давайте же посмотрим, о чём и кто хочет вас предупредить. Я буду немножечко описывать человека, какие энергии будут. Именно предупредить с лучшим посылом, чтобы вы не как-то могли предупредить какие-то события. Мы уже смотрели подобные расклады много раз, поэтому они очень хорошо заходят. Итак, умерший хочет вас предупредить. О чём же? Первый. Так, первый, кто выходит, давайте посмотрим. Первый. Есть. Так, здесь какой-то человек в ресурсе, то есть богатый какой-то человек. Да, идёт на него и на дне колодная десятка. Пентакли, Пентаклевая девятка. Человек, который довольно многого достиг, достиг своими усилиями. Возможно, он был даже одинок, а может быть и в семье. Это не так, не столь важно. Просто человек, который действительно мог многое себе позволить, мог окружить себя богатством. Был ли он счастлив. Ну, был, да, в любви этот человек был очень счастлив и очень привязчив. Человек, который мог... Знаете, как влюбчивый человек и настолько привязчивый, что мог совершать поступки ради любимой женщины. Ну, вот такой человек идёт. Да, будет говорить о чём-то вам он. Хорошо. О чём ты хочешь предупредить? О какой ситуации и на что обратить внимание? Покажи, пожалуйста. Ну, то есть вот именно эта энергия выбрала вас сейчас для того, чтобы предупредить. Возможно, это какой-то родной человек. Может быть, это не родной человек, да, а просто некая энергия, которая ещё может как-то влиять на ход событий Земли, чтобы исправить, возможно... Ой, сори. Возможно, свою позицию относительно расстановки сил, да, для того, чтобы, например, пойти в более прекрасные, буду так говорить, слои нашей Вселенной, да, чтобы там продолжить свой путь, да. То есть здесь вот эта энергетика, я не буду говорить именно о Душа, потому что я по большей части работаю сейчас, вот, да, в данный момент с энергией. И я тут вижу, что человек любит зарабатывать баллы, да. То есть по сути этот человек может никем вам не приходиться и просто для того, чтобы заработать какой-то балл, да, стараться помочь вам. Это тоже прекрасно, это тоже хорошо. Так, хорошо, почему так? И что ты хочешь, о чём ты хочешь предупредить? Давай посмотрим саму ситуацию, которую нужно рассмотреть. Так, предупредить на что-то... Это же какая-то далёкая перспектива. Далёкая перспектива. Там есть человек, есть где-то человек, который эту же перспективу тоже хочет прибрать к рукам. То есть на вашу мечту есть человек, который тоже, ну как, засовывает ручки в этот карманчик же, там, где и вы хотите на свою мечту сотворить эту мечту. Кто этот человек? Это женщина. Кстати, видите, королём показано было и вмешательство с такими энергиями мощными. Это женщина. Это женщина. Она может... Она мечтает о богатстве. Она хочет засунуть свою руку в ваш карман с деньгами. Вот так. Вот такие люди, которые, да, сейчас вот вышел человек, да, который такой... О Пентаграх же, да, речь в любом случае. Вот он, человек, который вам сейчас говорит, не человек, а энергия, да, которая... Ну это долго будем объяснять, но в любом случае давайте буду говорить так. Душа, да, душа человека, который жил на земле. И сейчас вот эта энергетика, она сообщает вам информацию о тех же самых ресурсах. Почему? Потому что ему это близка, энергетика. Мы можем говорить даже, что тот, кто говорит вам сейчас, это некий срез, да, некий сгусток даже, сгусток энергии, который мог образоваться в случае работы эгрегора некоторых, да, эгрегор финансов. Вот. И сейчас вам ангел, финансовый ангел, да, даёт такие вот, подсказки какие-то, что кто-то есть, претендует на ваше добро, причём мечтает о таком же добре, как у вас. Это женщина. Настолько вы ей кажетесь шикарной, такой мощной, и в то же время до вас не достать, что этот человек, она просто, она не может без этого жить, чтобы не завидовать вам. Тут идёт зависть. Настолько серьёзная зависть, что этот человек, ну как, не может эту ситуацию отпустить ни днём, ни ночью, думает постоянно об этом. Я ещё вижу такой момент, когда этому человеку приходится экономить. Хорошо, кто эта женщина вам? Кто эта женщина вам? конкурент. В чём? Так, так и так. Конкурент, но она с другой стороны довольно слаба. Папажу, вы звезда, а это паж. В вашем жизненном пути. Конкурент в вашем жизненном пути. Она скрывает своё лицо. Насколько искусно, пока не вижу, но скрывает. Возможно, вы ещё не знаете, кто это. Хорошо, знаете ли вы вообще этого человека? Ладно, она скрывает, что она завидует вам. А знаете ли вы эту женщину? Знаете ли вы? Вот конкуренция какая-то между вами. Между вами было общение. Вы даже дружить можете? Да, вы можете дружить, но вы какие-то разные. Вы как по разные берега стоите, реки. Вы по-разному видите мир, по-разному видите отражение в зеркале. Ну, своё, понятно, да? Ну, вот вообще этого мира, я имею в виду не зеркало обычное, а зеркало мира, вы абсолютно по-другому видите. У вас разный масштаб мышления. Вы другая, и она отличается от вас. Это женщина. но она жестоко вам завидует. Хорошо, как она действует? Это может быть дружба даже. Как она действует, чтобы вы поняли, кто это такая? Так. Но она не совсем-то действует. Я бы сказала, она раскачивает энергии. сплетнями. А как? Сплетнями. Да, это сплетни из ушей в уши. А что она говорит о вас? Что вам попался огромный пентакль в руки. И что вы не заслужили его. Что рядышком другие, которые более бедные, более несчастные, они должны это получить. Смотрите, она всё-таки вас, видите, она видит мощной женщиной. Вот. И здесь она показывает императрицу, но говорит, естественно, в негативном ключе по этой карте. Она говорит так, чтобы люди видели другую сторону или вообще искажённую сторону. Потому что, видите, как глаза закрыты, мечи преграждают тоже дорогу к знанию. Но она видит вас очень серьёзно. Но вот эту картину вашей мощности, она показывает с другой стороны. Как вы обрели это? За счёт чего? За счёт... Блин, солнца. Офигеть. Что она вас говорит? Она хочет вас... О, Боже! Она кому-то признаётся, что вам эти дары даны были. То, что вы... Она знает, как вы достигали всего. И это её бесит ещё больше. Она хочет вас буквально вогнать. Я просто вижу, что... Какой она вас видит, её это... От этого её ещё больше коробит. Как она относится к этому всему? Ну вот видите, её это просто убивает. Десяточка идёт. Но она видит вашу силу, она видит вашу мощь. Вы настолько энергичны, настолько целостны, творческая вы личность, которая может превращать Пентакли... Ой... Как это? Дар в Пентакли. Да? Также вы по всем параметрам развитая личность и очень такая эффективная. Вы далеко светите. Тут звезда и солнце выходят на вас. То есть она видит вас невероятной мощной личностью. Так. Но... Она говорит, я хочу, чтобы она брела одна. Одна в этом мире. Чтобы встречала только плохих людей. Чтобы... Чтобы... Там, ну... Ты была бедная. Вот такое вот идёт. Чтобы... Зависимо от всех людей и обстоятельств. Чтобы тебе не было дороги никуда. Вот такое вот здесь. Такая вот гадость. Спасибо, дорогая энергия, которая нам сейчас это говорит. Ну что ж, давайте посмотрим на эту странную личность. Вот она. Её это убивает. Я так вижу, что это её конкретно задавит. Знаете что, моя дорогая? Здесь одна... Один совет вот этот... Вот эта душа вам даёт. Свети ярче, чем солнце. Сделать так, чтобы этого человека, который вам завидует, ослепило, обожгло вашими лучами. Она не выдержит. Она не выдержит. Или же она познает какой-то дзен и перерождение, да, и поймёт всё. Или же не выдержит. И не знаю, от злости её прям скрутит. Тут по этой карте может быть очень серьёзное наказание, потому что человек просто хочет то же самое, что и вы имеете. Это... Помните, мы смотрели о взаимодействии системы, в которой мы живём, и как это всё работает? И это очень интересно, ведь это всё чаще можно сравнить с движением... С любым движением по артериям, дорожным артериям, по кровеносным сосудам, да, и так далее, да, то есть по различным дорогам, по путям. Если кто-то идёт не по правилам, хотя правила установлены какие-то, а правила устанавливаются для того, чтобы не было аварий, случается авария. Вот. Здесь она мелочь, да, относительно вашей фуры, маленький велосипед, если не самокатик. Вы представляете, как её раздавит? Вы даже не заметите этого. Вот в чём дело. Даже не заметите. У неё есть шанс ещё выйти из этого. Здесь была карта. Но выйти это нужно делать. Хорошо, всё-таки интересно. А почему предупреждение тогда? Она привлекает каких-то людей? Предупреждение? В чём предупреждение? Ещё раз. Этот человек может умереть. Да. Смотрите, смерть и карта нулёвый, аркан. Этого человека может не стать. Вам это покажут. Как-то может она влиять на ваше окружение? Как-то повлияет на ваше окружение? Пятёрка мечей. Мои дорогие, берегите своё окружение. А что именно? Здесь какая-то информация заблокирована о мужчине. Она прорвётся. Это будет как башня. Кто это женщина вам? Конкурентка. Почему говорят конкурентка? В какой сфере? Были кубки. Это любовная сфера. Луна. Однозначно женская энергетика. Возможно, она здесь показывает мужчину, здесь показывают женщину рядышком с ним. Почему-то какие-то материнские энергии для него. Ну, либо там, не знаю, какая-то старшая женщина. Вот. Иногда и жена как мама. Она засунула руку в ваш котелок с денежками, вот, которые вам предназначены, там, где вы откладывали. Но у неё ничего не получится. Она ждёт что-то, вы представляете? Ждёт, пока вы заработаете. Размечталась? Размечталась какая-то... Вы с ней общались. Это не родной человек, это совершенно... Видите, по этим картам это... Вот она знает вашу семью, но она размечталась о вашей жизни. Так, на что обратить внимание, что нужно беречь? Вот это вот что? На что обратить внимание? Дети. Тут какая-то детей, девочки. А в каком смысле? Да, она имеет к ним доступ. Какую-то правду. какую-то правду о ком? О слезах. Она беспощадна, потому что мужчина. Там какая-то история... она боится сейчас вот этой ситуации максимально, потому что чувствует свою вину. И очень хочет, чтобы вы поплатились за что-то. Вот так вот. Тройка. Там будет какой-то звонок, извещение. что вам делать? Хорошо. Это издалека извещение какое-то будет. Что вам делать? Приложить все усилия, сохранить свои доходы. Немножко нужно будет потратиться. Очень хитрый ход с вашей стороны должен быть и жесткое отсечение. У вас есть поддержка, и вы, ну как, правое дело у вас. Вы победите. Вам будет открыта дверь, вы победите. И усложните жизнь другим людям, которые пытались вам навредить. У вас идет прорыв. Прорыв колесо фортуны. Но тут, конечно же, такой дьявол сидит, которого либо он на вас направлен будет, либо на нее. То есть он поворачивается в ее сторону. В принципе, знаете как? Тут дьявол вам сейчас подсказывает даже как наказать этого человека. Вот так. Вот это первый был человек, который выходил. кто отдал Я